Во Владивостоке провели уникальную операцию и спасли жизнь пятилетней Милени. Девочку разорвал бойцовский пёс 22 июня в Уссурийске. Врачи сделали 4 операции. Хирурги думали, что Милена не выживет. Только после последней операции состояние девочки улучшилось. Мать пострадавшей хочет, чтобы хозяев пса наказали. Милену растерзал бойцовский пёс, став по кличке Хаммер. Это случилось, когда девочка пришла в гости к соседям. Взрослых в тот момент в доме не было. Из Уссурийска Милену привезли в клинику Владивостока. Пострадавшая была в крайне тяжелом состоянии. Команду взять псу дала девочка, которой пришла Милена. Пёс набросился на неё. Взрослые прибежали на крик. Ребёнок поступил с диагнозом сепсис, множественные укушенные раны лица, шеи, обеих кистей, перелом нижней челюсти, перелом остистого отростка с шестого позвонка, повреждение пищевода с гнойным медиастенитом и подкожной эмфиземой. Милена месяц провела, в реанимации. После нападения прокуратура возбудила уголовное дело на хозяев бойцовского пса. Единственный источник дохода в обвиняемой семье – это деньги военнослужащего отца. Соседи боятся, что останутся без денег. Мать пятилетней Милены не собирается забирать заявление из прокуратуры. Мне не нужны их ни деньги, ни финансовая поддержка. Я хочу, чтобы они ответили за то, как они воспитывают своего ребёнка, как влаживают в него. Каждый должен дать и добро, и ласку, они не дают этого своим детям. Дети очень жестокие, эгоистичные и жестокие. Я считаю, что из зависти нельзя было так с моим ребёнком поступать. Через неделю Милену выпишут из больницы. Девочка идёт на поправку. После выписки Милене ещё четыре месяца придётся ходить в бандаже, который будет фиксировать её шею. Через полгода ей назначили приём в челюстно-лицовом отделении, а после этого – к пластическому хирургу. По прогнозам врачей у Милены должны остаться только шрамы. Никаких осложнений у девочки не будет. Олег Завьялов, Кирилл Миняйло, Денис Фадеев. Новости на восьмом.